Общее количество заболевших в Свердловской области с начала пандемии превысило 163 тысячи человек. За сутки у 732 уральцев выявлен коронавирус. Как изменилась эпидопостановка в Первоуральске и какие меры для борьбы с COVID-19 вводятся в регионе в следующем сюжете. В Первоуральске, по данным Роспотребнадзора, в период с 3 по 8 ноября зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Выявлено 217 новых случаев COVID-19. В аналогичный период прошлой недели заболевших было всего 96. В целом эпидситуация в Свердловской области потребовала усиления установленного режима. Такое решение принято губернатором 2 ноября. Введены дополнительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции – система QR-кодов. Работодателям дали рекомендации перевести непривитых сотрудников на дистант, и дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры лишь в сопровождении взрослых. За исполнением указа в Первоуральске начали следить контрольные группы. В рамках проверок, по данным администрации Первоуральска, выявлено более 20 нарушителей. Работало 9 контрольных групп с представителями органов внутренних дел. Проверено около 400 предприятий торговли, в том числе 17 торговых центров. Проверки проводились ежедневно. Проверки будут продолжаться до определенного распоряжения указа губернатора. С введением QR-кодов горожане начали активнее записываться на вакцинацию. По данным медиков, в Первоуральске уже вакцинировано более 39,5 тысяч человек первым компонентом, почти 30 тысяч вторым. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привито почти 15 тысяч горожан. За прошлую неделю, с 1 по 7 ноября, было привито 5 219 человек во всех поликлиниках, ОВП и ФАПах. Сейчас нет вакцинации по живой очереди. Любая вакцинация от ковида производится только по предварительной записи. Формируются либо списки, потом по ним вызываются, либо сразу же человеку дается талон со временем. Для сокращения очередей в поликлиниках принято решение об открытии в Первоуральске дополнительных пунктов вакцинации. С завтрашнего дня прививки горожанам будут ставить в Доме спорта. Туда будут направлять часть очереди. Медкабинет имеет отдельный вход и уже оборудован всем необходимым. Мобильная бригада врачей будет работать до 12 ноября с 9 до 14 часов. Вход отдельный со стороны малого поля. В этом помещении у нас будет два кабинета. В одном из кабинетов будут ставить прививки, то есть процедурный кабинет. И второй кабинет для осмотра предварительного перед прививкой населения. Вакцинация в Первоуральске сейчас проводится вакциной «Спутник Ви». Горожан, вакцинированных более полугода назад, также приглашают на ревакцинацию. Всего на данный момент повторно привились 1366 первоуральцев. Запись продолжается по телефону колл-центра больницы и на портале госуслуги. Сертификаты о вакцинации в новом формате автоматически будут выдаваться с сегодняшнего дня до 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ опубликован Министерством здравоохранения России на официальном портале правовой информации. В документе указан QR-код, личные данные и даты вакцинации перенесенного заболевания или данные о наличии медицинских противопоказаний. Екатерина Котельникова, Денис Крамцов, Новости, Первоуральск.